Друзья, дорогие, привет! Всех приветствую корячо! Книжное видео! Как там у нас сегодня книжный праздник? Это не все книги, я жду еще четыре. Вернее, две жду, заказала, должны прийти в Читай-городе. И две мне нужно созвониться с человеком и купить у нее еще две книги. Так, вот с чего начнем. Ну, давайте с двух. С человеком, который продает книги. Ну, это не человек даже, по-моему, а целая организация. Она представляет, но в городе ее знают. Интеллектуалы книголюбые знают. Татьяна, отчество забыла, Бояркина. Так, у меня где-то есть. Ну, это не важно. Путь в Азию, краеведческая... Так, прочитайте, а я прочитаю. Татьяна Александровна. Так, краеведческая книга Байкарского региона, история Сибири и Буряти, онлайн-заказ и доставка книг даже есть. И есть сайт. Я туда еще не заходила. Тройной W.KRAEVEDKNIGI.RU Вот так что имейте в виду, можно там заказывать, видимо, книги. Ну, не знаю, как у них налажен сервис. Здесь вы видите электронную почту и телефон контактный. Председатель Ассоциации краеведов Байкарского региона. Так. И вот у нее я купила такие книги. Посмотрите. Это шедевр книжной библиотеки. Ну, не шедевр, конечно, есть более оригинальные издания. Ну, согласитесь, оформлено красиво, держать в руках приятно. А Чингисхан, сокровенное сказание. Покорить мир, восседая верхом, несложно. Тяжело спешиться и управлять им. Великие правители серии. Называется издательство. Какое, интересно. Написано просто Москва. Эксмо. Издательство Эксмо. В книге не только сокровенное сказание, а также золотой изборник. В переводе Милехина или Милехина Ярославцева. Великая Яса. Перевод. Минорский, Вернацкий. Вот. То есть здесь три произведения, да, древних летописей. Сопровождается, по-моему, комментариями. Редакционная статья большая. И иллюстрации. Так, к сожалению, фокус я не смогу настроить. По-моему, не подумайте, что я такая тупица и не вижу, что у меня расфокусировка. Ай, ёлка моя. Ну, пожалуйста. Ладно, это чёрно-белая иллюстрация. Это не так интересно. Я, знаете, что я потом полистаю эту книгу вместе с вами и даже почитаю. Есть цветные вклейки, иллюстрации. В общем, почитаем в оригинале, можно сказать, сокровенные сказания. И не говорите там, что монголов не было до Чингисхана. Не выдумывайте. Ой, ребёнок вернулся. Так. И вторая книга, которую я у неё купила. Сбенджем Сарано. Путевые дневники. 1903-1907 год. Я предвкушаю очень интересное чтение. Это действительно путевые заметки. Вот так выглядит Сбенджем Сарано. Это учёный. У него есть, по-моему, не только краеведческого направления и не только гуманитарного толка. Известный бурятский учёный. С каждой публикацией трудов из научного наследия известного бурятского учёного Цибена Жемцарановича Жемцарано 1881-1942 годы открываются новые, важные и интересные стороны его деятельности не только как этнографа, фольклориста, востоковеда, публициста и общественного деятеля, но и как яркой, неповторимой личности. Сбенджем Сарано заслуженно принадлежит к числу крупнейших вангалистов 20 века. Почему я давно обратила внимание на Жемцарано и хотела иметь в своей библиотеке именно его путевые заметки? Потому что здесь есть кое-что о моём прадедушке и моей прабабушке. Часть, в общем, их пути сошлись вместе вот именно в этих путевых заметках, в его экспедиции, частично был его спутником, частично, не частично был спутником, а в некоторое время был спутником мой прадедушка Батациренов, Шукашаджаб, со своей женой, моей прабабушкой Наржамой. Которую здесь вообще-то Лупсан зовут. Ну, двойное имя у прабабушки было. И я хочу очень это место найти, потому что мама мне давала выдержку прям вот из этих заметок. И я хочу найти. Ну, у него замечательный слог ещё. Читать очень легко, как я ожидаю, потому что из того отрывка, который мама мне показывала, замечательный, вообще чудесный слог. Здесь много есть легенд попутно он записывает. Ну, представляете, этнограф путешествует, записывает фольклор. И всё это сюда и пересказывает, и тут же и путевые заметки. Пришли в юрту Михайлова. Закололи они барана, дабы гостя меня угостить и приехавших накормить. Сварили мясо, в том числе голову, или толы, барана шерстью. Кровь налили в желудок, сычок, и тоже сварили. Наварили целую кучу. Вынули и положили в корыце на низенький стол. Перед хозяином, хозяйки не было. Он начал разрезать. Сперва преподнёс огню и прочим духом по несколько кусочков каждому. Сей обряд должен делать всегда домохозяин или заменяющий его мужчина. А потом мне в большой тарелке подали мясо, положив сверху голову, затылком ко мне. Мне показали, что надо снять салба, надрезанную хозяином шкурку, и бросить в огонь. Поесть с ушей из боков, урта, отрезав одно ухо, правое, отдать толы кому-то из прислуги. Тот взял голову, разбил череп затылки и принёс мне мозг сырой. Я должен был вкусить и отдать соседу, разделявшему со мной одно блюдо. Когда наелись и убрали тарелку, из миски вынули грудинку и подали мне, как второе и наиболее почётное блюдо. Я вкусил, не мог есть, не мог съесть, жирна, и отдал обратно. Потом передо мной поставил бутылку молочного вина, дорасуна с чашкой, чтобы я сам выпил и угощал присутствующих. Я налил себе чашку, приподнёс огню, брызнул на огонь и, отпив немного, передал бутылку и чашку соседу, дабы он исполнял мои обязанности. Такая просьба допустима для гостя. Бутылку распили. Ну, в общем, и так далее. Вот, как видите, здесь описывается обычай. Совершенно рандомно я открыла, не подбирала. То есть я книгу ещё не читала. Описывается, как принимают гостей, как должны принимают гостей. Собственно, и сейчас эти обычаи, если знать, будет совершенно не лишнее. И можно где-то блеснуть знанием, знанием обычаев. Так. Очень-очень надеюсь, что найду про свою бабушку, про свою прабабушку и про своего прадедушку. Условия женить бы интересно. Кого там сватали? 36. Так, ну, так вот, это значит покупки. А не купила я у неё, и надеюсь, что покажу в следующем видео. Два томика Гумилёва. Льва Гумилёва. Там что-то о народах. Вообще совершенно не помню, как книги называются. Тоже, кстати, вот какое-то такое издание такого типа. Возможно, тоже Эксмо. Так. Так. Теперь. Я сделала заказ в магазине Лабиринт. И сегодня получила его. Что меня подвигло... Так, сейчас я перестану шуршать. На этот заказ... А, как-то я... У меня в детстве была книжка Шибаев. Только я думала, вы Шибаев, а она, кажется, А, Шибаев. Шибаев точка-точка запятая. У кого была такая же книга, ставьте лайк. И я набрала в поисковике эту книжку. Ну, просто стало любопытно. Вообще, я подозреваю, что у сестры или у папы она всё ещё есть. Она не в таком вот переплёте, здесь твёрдый переплёт. Но дизайн точно такой. Художник тот же. И всё вообще, она полностью как бы... Кстати, вот чек. Она... Покупка на 985 рублей. Здесь 6 книг. Вообще, я заказала 7, но они почему-то 7 не нашли и вычли стоимость 7 книги. И, в общем, как выяснилось, эта книга есть. Прямо вот именно тот дизайн, тот макет книги прям вот издаётся сейчас. Всё абсолютно... Ну, вот тот же художник. Вот такие иллюстрации. Мы эту книгу с сестрой обожали. Вот просто обожали. Я наизусть помню почти все стихи. Предложения бывают. Первое. Вопросительные. Сейчас, когда приду домой, произнесёт их мама. Ты дрался, да? Ты что, не мой? Ну, что молчишь упрямо? Второе. Повествовательный. Повествовать придётся мне. И я скажу, не дрался, не свалился с дерева. И вот... Третье. Вопросительные. Восклицательные. Тут папа в комнату войдёт и скажет, лоботряс, я проучу тебя сейчас. И вот все такие вот... Все вот такие стихи в этой книжке. Чудесная книжка. Как же я рада, что я купила. Я прям с детства о ней... По-моему, когда мы приезжали, дети ещё были маленькие, мы приезжали, тогда мы жили по другому адресу, и всё ещё у нас были вот эти. Вот эта книжка всё ещё была. Но я подозреваю, что она есть. Она была в мягком переплёте, но вот этот вот макет точно такой же. Так, художник. Рисунки Вадима Ивановича Гусева. А вторая книга, которая не пришла, которую не нашли, того же автора, Александра Шибаева, называется «Что за шутки?». И там тоже очень прикольные вот такие грамматические, ну, назовём это грамматическими стихотворениями. Там тоже такие грамматические загадки всякие. Ну, загадки это так условно интересные. Ну, в общем, читая эти книги, можно полюбить грамматику. Может быть, она на меня повлияла. Я обожаю вообще лингвистику, ну, всё, что связано. Ну, особенно, как вы понимаете, я обожаю этимологию. Так, дальше. Дальше я хотела купить книгу «Заколдованная буква», но не эта книжечка. Так, кстати, мне дали вот такой купончик. Там у них такая вертушка, где вытягиваешь по две бумажки, и там и выбираешь приз. В этом свёрточке оказалась скидка 19% на следующий заказ. На один заказ главных книг до 30-го, 06-го в следующем месяце. А во второй книге какой-то плакат, я даже не запомнила, какой. Им нужно будет ввести промокод, указанный в этом купончике. Книга «Заколдованная буква», я, видимо, неправильно запомнила название. Вообще, у меня эта книга есть, по-моему, здесь есть в PDF. Она у меня есть в ноутбуке. Надо посмотреть, как точно называется. Здесь рассказы не только Драгунского, с Драгунского, а, нет, не с Драгунского, не только Драгунского, но и других писателей. Зощенко, так, что еще? Леонид Пантелеев, Еремеев, Машковский, Валерий Владимирович Медведев. Здесь предварительно идет статья о них обо всех. И вот такие книжки. Ну, Зощенко рассказывает, вы читали про Леньку и Меньку? Чудесные, Про старьевщика, про кошелек, не надо врать, что еще? Потом Драгунского, что здесь идет? Рыцари. Ну, иллюстрации вот такие. Они как будто под старину, но мне кажется, это современные рисунки. Надо будет посмотреть, что здесь выдаст время. А может быть, оригинальные того времени. К сожалению, это никак не написано, никак не отражено. Ради Погодин слышали такое имя? Ну, мои, наверное, ровесники слышали. В общем, почитаем. Хотя, конечно, на ранку у меня еще не до рассада этой книги, но я думаю, это время не за горами. Попробуем, почитаем один-два рассказа. Зощенко-то там смешно будет. А вот, что на ранке точно подойдет, я начала искать книжки. Я поняла, что картинки моего детства, то есть, художники моего детства еще сохранили их картинки, поэтому, наверное, можно найти книги. И вот такие две книги я купила. Это тонкие книги, но я ожидала, что они половинного формата, то есть, меньше, вот такие маленькие, вот так, а они вот такие большие, на хорошей плотной бумаге напечатанные. И здесь только одно стихотворение «Веревочка огни и бортом». Я обожаю эти рисунки. Господи, боже мой. Я не помню, была ли у меня вот такая именно книга с такими рисунками. По-моему, да. Чудесно. Смотрите, трамвай. Это все в Москве происходит. Вот детки играют. на бульваре. Почему-то Лидочка в трусиках главная героиня. А начинать стану как здорово. Весна, весна на улице, весенние деньки. Рисунки Генриха Вальки. Валька. Генриха Валька. Как птицы заливаются трамвайные звонки. Шумная, веселая, весенняя Москва. Еще не запыленные зеленые листва. Мне надо еще вспоминать эти книжки, которые у меня были в детстве, и их еще поискать на лабиринте. В общем, вот имейте в виду, кого ностальгия пробивает, всем лабиринт. Маша Растеряша. Вот педагогическое воздействие этой книги доказано, проверено по опыту. Я на ране прочитала эту книгу, вернее, не прочитала, но нашла на ютубе, там все вот это вот с этими же иллюстрациями. Есть ролик, где читают, очень хорошо читают эту сказочку, этот рассказ про Машу Растеряшу. И знаете, что он, теперь я вижу, что она рано вещи не разбрасывает, старается, по крайней мере, не разбрасывать. Она вспоминает, что нужно сложить и положить в шкаф в то место, где она должна запомнить и в следующий раз, когда ей понадобится эта вещь, пойти и взять оттуда. Кто не читал, почитайте. Ну, найдите на ютубе, если не можете найти. Ну, вообще, ютубный ролик неплохой. Это не мультик, но, тем не менее, там, чтец очень хороший, чтится. И иллюстрации вот такие же. Так, как зовут этого художника, интересно, здесь есть. Так, это издательство Речь, а это издательство «Нигма». Так, Генрих Варк, я уже говорила, да? Издательство «Нигма». Разные издательства, книги, в общем, похожие. Может быть, не только на «Лабиринте» есть такие. И еще вы сейчас удивитесь, что я приобрела. Музицируем дома. Вы скажете, ты что, Аюна, на пианино играешь? А я отвечу, я закончила или не закончила, два класса музыкальной школы. То есть, на этот вопрос я могу ответить так. Нотную грамоту знаю, аппликатуру, то есть, распальцовку, тоже имею представление об этом. Ну, и вот, этого достаточно, чтобы открыть ноты и попробовать. Все остальное это упражнения. Упражнения. Надо просто вот руки тренировать, играть гаммы. Сейчас я поняла, левой рукой я плохо играю гаммы, надо играть ежедневно. И хорошо, что у нас есть в этой квартире есть пианино. Замечательные хозяева этой квартиры оставили пианино, ну, такое, электрическое, то есть, с разными регистрами, орган. А я снимаю видео. Пойдем с нами. Ага, ага, сейчас. У нас день рождения у невестки. Так, и в общем, чтобы вы поняли, как я играю, я, может быть, вам сниму, чтобы вы поняли, о каком уровне идет речь. Ну, на уровне первого класса музыкальной школы, то есть, я с трудом читаю, я, я не твердо знаю скрипичный ключ, но басовый ключ я знаю раз в десять хуже. И, в общем, что меня сподвигло читать вот эти вот, купить вот эти, вот эти два сборника, я, в общем, мне захотелось, ну, инструмент простаивать, как вот можно такое допустить, я пошла и распечатала себе какие-нибудь произведения, которые мне будет интересно сочетать с нотного стана, почитала, и это было танец феи драже из щелкунчика, кстати, та мелодия, на которой у меня много-много озвучено моих видео, который много озвучено моих видео, и коллизи, конечно же, такие хиты. В общем, короче, вот здесь, в этом сборнике коллизи есть, да, коллизи есть, ну, люли-гавод, рамо-тамбурин, гендель-сарабанда, бахс-альфеджио, моцарт, моцарт, турецкая ронда, это то самое, тарададам, 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 ну, слух у меня, тарададам, тарададам, тарадададам, тарадададам, так, ладно, вальс грибоедова здесь есть, вальс шаппена, сказки венского леса, штрауса, лебедь, сен-санса, танец маленьких лебедей, итальянская полька Рахманинова, риорито, чай вдвоем, что такое чай вдвоем, ансамбли, бах, шутка, о, шутка, классно, свадебный марш, свадебный марш Мендельсона, вальс из балета Розолушка, серенада Шуберта, ансамбли, надо второго какого-то человека научить, а вот невестка у меня очень музыкальная, но нотной грамоте она не обучена, я говорю, так я тебя научу, нам вообще-то нужен бы какой-то вот учебник, и может быть, ребенка мне придется, удастся научить нотной грамоте, так, а в этой, во втором сборнике, это выпуск второй, так, маленькая прелюдия, Бахария, герцога Хабанера, здорово, амбизе, Сцелена Лавовская, жалоба, отличные, политические, пиццикаты, юмористы, сейчас-сейчас, ага, пойдем, Лакримоза, здесь есть Лакримоза Моцарта, Павла Насагинского, вальс Сверидова из Метели, вальс Хачатуряна из Маскарада, ну, короче, все здесь есть, в прекрасном Голубом Тунае, весенние голоса, в общем, ребята, я вам не обещаю, что я выучу, но я смотрю, вот, как вот здесь вот это все, мне, мне по силам, вообще, я думаю, мне по силам, только надо очень упорно, упорно, заниматься, вот, так, ну, все, давайте ко второй части перейдем, и, может быть, я к этому видео покажу, как я там клопов давлю на клавишах, на всякий случай прощаюсь, пока, пока, до следующего видео.